Как это вас не закроет? Почему вы это продаете? Ужас! Стык! Позор! Фу! Будет там, например, что-то из вот отдела погорячее, там секс, вот это вот все. Бизнес, на самом деле, не так, чтобы выбирают. Это всегда какой-то такой вариант на стыке личных интересов и потребности общества. У нас эта потребность в городе была. У нас не было, на тот момент, когда я хотела основать магазин, не было ни одного конкурента. Вскоре появилась как раз накануне нашего открытия, но, к сожалению, они бы не прожили толком. Состан, думаю, неподдельным интересом. Многие из них мои покупатели в итоге. Мой муж тоже мой покупатель, правда, он не платит. А так, конечно, всем-все нравится. Все очень довольны, и все гордятся. Даже родители мои, которые изначально были немножко удивлены, но не против. Ни в коем случае не против. Они очень поддерживают меня. Всегда будут люди, у которых эти предрассудки останутся глубоко, закоренелые. Ну, с какими-то мы справляемся у конкретных людей, да, то есть они становятся в итоге нашим постоянным клиентом, приходят, очень рады. Вот. А с какими-то, ну, бесполезно бороться, и не надо на эти силы тратить. Странные посетители, которые приходят, из порога просто вот начинают кричать, почему вас не закроют? Вас дома пора закрыть, как вообще вы существуете? Но при этом они не могут отсюда выйти. То есть они по магазину делают круг, второй, третий. То есть они прям детально все рассматривают. И при этом вот это все сопровождается таким вот... Такой тирадой, что вот как это вас не закроет? Почему вы это продаете? Ужас, стык, позор, фу. Но выйти отсюда они не могут. Вот это странно. Магазин работает уже два с половиной года. И судя по тому, что мы до сих пор работаем, мы не закрылись. У нас много постоянных покупателей. В нашем городе этот магазин на один на двести тысяч, что довольно-таки мало по европейским меркам. Первые, конечно, такие самые строгие правила касаются возраста, в первую очередь. То есть мы не имеем права даже впускать людей младше 18 лет. Далее, законы касаются рекламы. То есть мы не можем, например, спокойно рекламировать наши товары, потому что это товары специфического назначения. Окна должны быть закрыты. То есть мы не можем выставлять всё на витрину. При продумывании названия надо было учитывать, что нельзя использовать слова там секс. Вот это вот всё. Запрет рекламы секс-шопов есть везде. Инфтаграм, ТикТок, все площадки тоже жёстко это регулируют. Конечно, где-то это законы регулируют, там где-то регулируют даже общественное мнение. Потому что очень строга у нас взяли от некоторых граждан, чтобы, не дай бог, где-то наша реклама не проскочила. Женщины, они при первом посещении, они, так скажем, более дипкие и они как-то более открыты. Они могут с большим интересом всё расглядывать, то есть они такие более открыты к общению. Мужчины, они при первом посещении такие более зажатые, но зато это потом сам постоянный покупатель. То есть если муж уже полюбился в магазин, они сюда будут потом постоянно приходить. А что касается семейных пар, это, ну, основа наших покупателей. Тогда, когда уже вот проживёшь там с одним человеком, блин, 10, да, и уже вот и возникают мысли, что вроде бы как человека любишь своего, изменять ему не хочется, но что-то новое хочется. И вот тогда и возникают эти мысли попробовать что-то новое. Будь то бельё, например, да, которое в любом случае вот этот интерес подогревает всегда в паре. Будь то, например, что-то из вот отдела погорячее, да, это тоже всегда про какую-то терапию семейную, на самом деле. Если мы будем говорить, например, про наручники, да, то это же тоже про передачу контроля в паре, да, про доверие. Если мы возьмём там с вами лубриканты какие-то, да, вроде, ну, что тут может изменить лубрикант? Очень много. Это как специю в суп добавить. То есть всегда было всё стандартно, всё вроде как бы уже знакомо приелось, а есть лубрикант там с возбуждающим эффектом, например. И это всегда вызывает, ну, такой борь эмоций. Вот я просто наблюдаю, да, за резюме. У них всегда такой эффект вау происходит, потому что вроде вот всё было как обычно, так всё так это по стандарту это делать, жизнь лучше. Потому что это даже в очередной раз просто напоминает людям, что он мужчина, она женщина, и у них вот это вот есть любовь, страсть и всё прочее, что можно её подогреть, усилить и сделать отношения ещё лучше. Далее пос 영상. Ум cheё на него. Продолжение следует...